Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Меня зовут Яна, а сегодня у меня в гостях Рома и Максим. Ребята, а вы знаете, куда вы попали? Я думаю, что мы попали в страну безопасности. Мы попали в страну безопасности. Правильно, вы попали в страну безопасности. Это удивительное место, единственное на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами будем учиться правилам безопасного поведения. Договорились? Договорились. Я согласен. Кстати, Яна, а что по-вашему безопасность жизнедеятельности? Безопасность жизнедеятельности – это такое правильное поведение каждого из нас, при котором мы могли бы жить безопасно. Максим, а давай позадаем Яне несколько вопросов в тему. Я только за. Тогда начинай. Яна, что нужно делать, если случился дома пожар? Нужно вызвать пожарную безопасность на номер 101. А еще что нужно сделать? Если есть взрослые, позвать взрослых. А если взрослых нет? Тогда надо пойти к соседям, попросить помощи. А если дверь заклинала? Позвонить, 101. Яна, я сейчас тебе покажу несколько листочков, и среди них ты должна найти еще один правильный номер. Это номер 112. Молодец! Правильно! Еще во время пожара, если уже дым в доме, то обязательно нужно намочить трапку и присоединиться к полу. Еще можно выбежать на балкон и кричать. А еще если во время пожара спускаться в лифте нельзя, нужно обязательно по ступеням. Яна, как видно, тебе еще придется поработать над своей копинкой безопасной жизнедеятельности. Ну что ж, а я сейчас задам Яне загадку. По правилам дорожного движения. Носит хобот, а не слон, но слона сильнее он. Тысячу рук он заменяет, без лопаты окопает. Пожалуйста, возьми правильный ответ на доске и принеси мне. Это экскаватор. Что ж, ты молодец. Слушайте, ребята, а вам не кажется, что мы поменялись ролями? Кто у нас сегодня ведущий? Я не против исполнять этот рон. Да и я буду себя прекрасно чувствовать в роли ведущего. Нет уж, погодите. Коль сегодня я сижу на пуфике ведущей, значит, давайте продолжим. Итак, предлагаю приступить к работе.